Ну что же, дамы и господа, всем приветствуем, как обычно, Дмитрия, мы продолжаем организацию Тегурчата, третья часть, Парагвай, вот, Парагвай, всё как обычно, в вопросе Китаем, студию, да? Так, почему Парагвай, Ванильки, коммунистический, тут демократический, да всё очень просто, по состоянию на стартовую дату, то есть на 1 января 1936 года, лидером был Айяло и его либеральная партия, Франко пришёл через несколько месяцев, и его потом, кстати говоря, тоже скинули, вот такие дела. Вопросик по поводу того, буду ли я влезать в войну между Рейхом и Советским Союзом, буду, конечно, там даже фокус специальный для этого заготовлен, потому что нам самим надо будет, скорее всего, заниматься США, пока Рейх сражается с Советским Союзом, у Советского Союза одна бячка всплывёт благодаря нашей помощи, вот, так вот, так что косвенно будем в этом участвовать в деле, сами мы, скорее всего, будем против США сражаться. Так, по поводу того, что парашютистов юзать, не, это имбовая вещь, слишком, будем этого избегать стараться, я даже на Iron Man это особо не юзаю, дело. Так вот, ну и по поводу того, кто меня не слушал, я сказал ещё в начале прошлого эпизода, что МАДЕЦ пока доступен только мне, потому что я был тестером, вот, и им до сих пор являюсь, потому что там ещё кое-какие штуки допиливаются, ну, в основном графика и прочее. Так, ну погнали, погнали. Фокус. Фокус возьму на освоение области Чако. Так, эти ребята пусть пока будут резервами. Дядьки, соответственно, мы нарисуем прорыв к Лапасу. Всё, нападаем. Пошла же рано. Четыре дивизии по границам, конечно же. По УБУ получили, без особых проблем. Катпык сюда. По аэродрому. Если прокатитесь, вообще без проблем. Профиту жирного получите. До войны артиллерия. Пойдём, подкачаем, наверное, танки. Сейчас мы, может быть, успеем быстренько и без лишней боли. Лапас, вот так вот. Ой, там 3 на 3 на 3 баттл сейчас. 2 на 3 даже. Блин. Не самая лучшая ситуация. Шифр-дешифр подкачаю. Чуть-чуть. Чувак, спасибо, что ты тупишь. Май. Май. Мон. Вот эти вот 3 дивизии, они могли бы в любой момент к нам сунуться. Но не сунулись. Это хорошо. Свои необыстры печалку. Так, давай-ка я, наверное, не буду дальше фокус пока качать. И по производству поставлю допснащение. Нам надо и стали купить, и вольфрама купить дополнительно, да? Ладно. Сейчас мы немножко ПП набьём. Ну, это риск сейчас вот так вот давить. Прям сходу. А, он и не потопал туда. Ну, хорошо. Ладно. Сейчас ПП немножко пока набью. Вон, экономику военную сделала. Нас и выдавить могут нашу дивизию. Сюда. Так. Не, ну, трошку они выбили. Четыре дивизии наши выбили. Трошку. И давай на Ла-Пас. У нас проблемы. Нас вот две дивизии выбили. Давай-ка я сгреблю ещё пятёру вот эту. Опа. Ничего себе. Четвёртый интернационал. Слушай, тут зря я, наверное, фокус. Ну, хотя ПП. ПП нам понадобится сейчас. Надо сейчас как-то по-хитрому тут двигатель начну. Мы просто огребём. Игры Динанси в Атрианон. Шворование. Шворатор. Возьмём. Три дивки против четырёх. Баттл. Пятнашка ушла. Тут теперь пять дивок. Давай. Нам надо больше людей. Наступление на столицу Боливии. Констант промышленности. Давай пехотную снаряву улучшенную брать. Да блин. Конченые. Да, что-то с Боливией какой-то же скач. Творится. Так, ПП мы. Тут ещё качнуть успели. Да, можно было бы фокус запрячь. Я не запряг. Буду петь. Как бы не технику стрессного попозже. Можно капитана индустрии выставить. Мы, блин, уже скоро должны продавить их. Так, давай наступление попробуем. Полноценное. Смотри, вот отсюда вообще свалили. Интересные личности все. А, да, свалили. Две дивки сразу пришли. 15к против 56. Сводки по потерям. Но мы всё-таки пробились. Гористые местности. Сложные гористые местности. Которые нам ещё и мешают. Ну мы давим. Всё, Боливия капитулейтед. 67к потеряли они в итоге. Мы 16к потеряли. Так. Сводные заводы. Заводы пока выставлю в винтовочки. ТБшку исследовали. А это всё моё родное теперь. Так. Войный план юг возьмём. И ТБ-2. Исследуем танк. После этого можно будет опыт запречь. Стресс нах, конечно, зверь. Шестую уровень уже набил. Мужик действительно шарит. Так. И надо нам добавить сюда сапёров и поддержку разведротой. Я думаю. План юг связан с нападением на Аргентину. Если грамотно надавить на Аргентину. У нас и получится. Видишь, что по однёре стоят. Можно сделать вот как. Фу. Почти все опытные теперь прошаренные парни. Давай-ка я вот как сделаю сейчас. Поставлю Иросабаля. Таким образом. Планом он несложный. Куда-нибудь сюда двинуться. Стресс наху я, наверное, удалю. Я нарисую вот такой вот планчик. Стресс наху будет пробиться к Буэнос-Айресу. Ну и путь сюда в Дель Плату. Вот так вот попробуем. Если повезёт, то у нас прям блицкриг пехот такой получится. Горославия выдвигает претензии на Болгарию. Но сильно расслабляться не надо. Та ж Бразилия она тут уже жёсткие шаблоны клепает. Я думаю... О! Аргентина, я думаю, сделает не хуже. Шаблончики. Верный план Юг недолго осталось до его реализации. Швамвание. Анализ. Так. Так, начали мы машина. Радио, может, возьмём. Нагодится. Логи радио. Всё, военный план Юг мы взяли. Теперь надо бы, наверное, подкачать нефтяную скважину. Кстати, говорят, исторический такой фокус. историчный. Потому что Чакская война была развязана как раз из-за местности Чаку, где я считал, что нефти много находится. Её действительно было много, но парагвайцы забили её осваивать. Осваивалось США. А тут в альтернативной альтернативной реальности будем осваивать мы с вами. Так. Сейчас надо головой подумать. Смотри. можно вот так пачку дивок сюда. Трёшкой продавить вот так вот. Если удастся. Четвёрый живо сюда. Я знаю, будет битва 4 на 4 скорее всего. Вторая четвёрра пойдёт сюда. Вторая четвёрра пойдёт сюда. И вот эти парни подвлекают. Ага. Против трёхи баттл. Будет 4 на 4 битва. я всё понял. Лучшее пехотное снаряжение 2. Пробили дивизию. Включаем огневую поддержку. Тут пустота. Так что пока удача на нашей стороне. Четвёрого неплохо продавливаем. Против пятёра мимель в пятёра конечно там Ой дави 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 Ох молодцы получилось тут блин в зелёнке испиздевалось ну блин клёво получилось мы практически без серьёзного боя смогли захватить освоить кучу дивок вражеских давай попробуем марш на Буэнос-Айрес вот так двинем заводики заводики давай пока на допку допки у нас немножко не хватает так и всё пока так вот довольно хитро получилось сразиться тут одна дивизия буквально осталось нет не одна дивизия три дивки это скорее всего с границы Чили полезли к нам в итоге поколбасили мы аргентинцев без лишней крови что хорошо с Боливией было намного жёстче все Буэнос-Айрес сейчас захватим если противника дополнительных не появится отлично столица улетела в Кордову так ну что нам теперь остается как остается Кордову как-то захватывать сюда и сюда вообще можно было бы знаешь как сделать наверное я отдам людей стресс нару стресс нару отредактировать план чтобы атака по максимуму и таким вот образом пофасту захватили аргентину котел зарешал с Боливией видел как было кошмарно так все забираю я аргентину и теперь есть два фокуса сейчас мы подкачаем ефтяную скважину только два фокуса которые дадут нам мирно две стороны захватить если будут выполнены определенные условия тут у нас вполне достаточно солдат на поле боя чтобы Чили присоединился без лишнего боя кстати что-то с флагом у них косячок какой-то надо будет сказать доделом чтобы это поправили так так а мы с вами выберем стресс на высшее военное командование у нас освободилось еще пять заводиков надо поставить тб мы изучим новый тб через 51 день а пока будем производить автотранспорт пить выставлю резины надо купить давай у бразилов куплю пока с ними не воюем плюс доступна возможность с конвоями обращаться и конвои буду производить пусть будут пусть будут это полезная штука тут сразу возникает вопрос почему так быстро почему такое быстрое развитие за фашистов ну и за коммунистов тоже довольно быстрое развитие ответ прост ответ прост также есть пути развития нейтралитета и демократии но они менее агрессивные придется скорее всего сидеть на месте демократы правда могут вернуть потерянные земли по договору еще 19 века которые отошли другим странам но в чем фишка вся фишка в том что тут вырисовывается развитое хорошее государство Южной Америки доминион такой южноамериканский который способен противостоять США флот советов флот рейха быстро топится Соединенными Штатами поэтому было бы наверное логично вполне ожидать какого-нибудь противника на континенте американского я больше чем уверен что парадоксы Мексику сделают примерно такой же в такой же степени агрессивной как империю Гуаране сделали мододелы вполне в этом уверен да и канан в принципе не стоит сбрасываться с щитов падение нанкина у нас кстати дивизии не хватает чтобы клево комфортно там все средний танк доступен но мы его по бонусам вкачаем сейчас улучшим саперов саперов улучшим так и что мы сделаем мы поставим на производство только что исследованный танк автотранспорт можно наверное поменьше делать в принципе можно пока снять винтовки с такого агрессивного производства иду поснащение так вот сделаем остальное все мы в тб выставим так выставим в тб достаточно ресурсов сталь 13 геннистали вот так вот хорошечно здорово получается но переживаю вот что с Бразилию потому что во время тестов с Бразилами всегда какая-нибудь жесть происходила они бешено клепают дивки очень бешено с аргентинцами такого треша не происходило когда аргентинцы либо в котлы лезут аргентинцы либо просто гибнут в качестве прорыва к Блэносайресу так сливает перед японцами и так подставили уругвайский референдум тут еще пункт унион до Чили поставим давай почитаем по поводу ивента на уругвай уругвайский референдум сегодня в уругвай прошел референдум присоединение этой городной страны в состав нашего государства безопасность референдума осуществлялась нашей военной полиции по итогам референдума конституционное большинство уругвайцев высказывалось за присоединение к нам а значит можно вводить сюда регулярные войска они вкусили свои же идеологии все уругвая нету уругвай крошечный и особого сопротивления бы не оказывал даже при военном сопротивлении что касается Чили то тут все зависит от войск получится ли с Чили такую аннексию провести если у тебя на полях сражений больше 200 то ты сможешь то есть мы по идее сейчас сможем так заводу военной вот так вот сделаем надо нам еще штаты соединенные запрячить на дополнительную сталь государство Италия присоединяется в ось пакт молота Риббентропа там с Чили еще довольно долго вторая мировая начнется а мы с Чили еще не разобрались это позор Боливия слишком долго возились с Боливией с Аргентиной нормально быстро удалось загвоздка в том что Бразилы могут много бяг подстроить в будущем так конструктор кораблей можно в авиацию пойти можно людей увеличить но людей немного увеличится 20к где-то добавится расширенный призыв давай возьму расширенный призыв почти угадал где-то 25 тысяч добавилось а кстати я затупил немножко надо было с танками с вами вот так сделать 222 вариант и С1 чтобы производился так набор размещения у нас есть на легкие танки дивизии шаблон мод пехоты нет пока легкий танк легкий танк легкий танк и мод пехоты вторая издал пока просто мод пехоты выставим так обучим одну дивку мотопехотную обучим 5 дивок арморт дивизионов таким-то образом коммунизм подзапретом во Франции мы были первыми кто запретил потихонечку униенда Чили происходит но стресс нах конечно жесткий мужик да почти седьмой левел если бы с аргентинцами затяжной бой был он бы точно седьмой левел и четвертую медальку заработал лист пустыни 55% прикинь лист пустыни он так вот неенда Чили выполнили можно идти на военный план север сейчас он должен сказать по идее что Чили присоединится к нам Чили соглашается с требованиями досконально изучив наши требования ужаснувшись количеством войск на границе президент Чилийской республики их принимает создавая свое государство без лишнего кровопролития с сегодняшнего дня Чили официально входит в состав нашей страны благоразумное решение вот так вот довольно несложно было на первых порах против Аргентины против Уругвая Чили и Боливии но дальше будет жестче потому что повторюсь тестируя войны с Бразилией с Бразилией всегда было жестко они как проклятые клепают дивки у них еще вон мэнпауэр есть следовательно они еще в дивки могут полезть это будет кошмарно так у Грипов Чаку можно в принципе оставить мы еще поставим фабрик дополнительных в некоторых областях Бразилию будем заводами застраивать когда ее захватим если захватим Польша отвергает ультиматум Германии и Третий Рейх объявляет войну Польша началось придется все-таки еще автотранспорт наращивать и резины 2 единички закупать у кого-то в принципе у меня конвои есть давай я не буду уже у Бразилов ничего закупать потому что война с Бразилами сейчас будет у Малайи британской закупим сколько там так вот да 16 единиц резины смотрим как Польшу дерут Польша намного проще чем мы даже тех же аргентинцев наверное сейчас захватят за 5 секунд саперов мы качнули так разведчики ремонтники пригодятся на будущее тоже 40-й год инвестицию в 40-й год тоже хорошо бы сделать еще артиллерию нам надо будет ее на производство поставить в Альфрама очень много в Боливии поэтому мы в принципе с артиллерией проблем иметь не будем с людьми сейчас проблемы все сейчас Варшаву хапнут и конец да Варшава пала больше нет шансов как у них там по войне диво да вообще на изи везде банили поляков германское давление на страны бенелюкса вот сейчас линию мажино обойдут больше каптулирует там у нас с военным планом Сиви еще половину времени ждать всем будет капитулировать в первый же день тут дырочка есть но это дырочка в странной джунгли как ты видишь ничего полезного пока нам это не дает о обучим все-таки мы обучим все-таки достаточно мотороездов с танкистами не все вовремя может получиться надо танкистов налечь так разведров давай ремонтников может возьмем или доктрину подкачаем премесленный доктрин пехот организация давай может быть возьмем доктрину надо будет еще уроки чакской войны фокус взять там тоже бонусы к доктринам будут хорошие мы вкачали автомат Федорова можно пехотную снарягу улучшить за 171 день опережаем время но ничего 21000 автоматов надо нам перевыпустить так вот Советский Союз закупировал Восточную Польшу Нидерланды капитулировали Рейх в своем репертуаре Бельгию Нидерланду убил быстро самолетом кстати у нас целых пять в резерве Чуси Вайсеверный военный план завершай обучился как раз кто-то у нас этому Тарайст можно его закреплять к этому плану дядюшке стресс и мы вкачали военный план север в следующем эпизоде нападем на Бразилов все будет не так просто я вам точно говорю потому что это кошмар какой-то Дарио топать как доуны пешком Сан-Сальвадор может стать столица Ресифи Белен в чертовы джунгли лезть придется в общем кошмар полный так что а нам еще надо успевать иначе они все могут объединить воины с рейхом это будет что-то с чем-то так по фокусу надо бы взять уроки Чакской войны тут можно будет по фасту доктрину первые 3 или 4 пункта вкачать так вот возьмем дядюшку стресс на план ему можно обозначить прямо сейчас можно кстати заменить командующего но я думаю что можно команда кстати выставить собаля потому что недостаток снабжения в джунглях это что-то с чем-то так вот и рисовать будем последовательное наступление таким вот пока образом план рискованный и кошмарный но действенно я надеюсь будет приготовиться к тому что потеряем всех людей на этом все пока ой итальяшки полезли в атаку с вами был Дмитро подписывайтесь на канал до свидетельства всего доброго увидимся в продолжении жестком продолжении и помните что все самое интересное шуфпед спасибо Спасибо за просмотр!